В этот день, 24 ноября, родились Александр Суворов, великий русский полководец, герой русско-турецких войн. Фёдор Эрихсман, врач, основоположник гигиены. Альфред Шнитке, известный советский композитор. Шнитке летал в музыке авангардно, отвергая стандартные клише. Он записывал ноту на бумагу, соответственно, прожитым событиям. Он компилировал музыку из традиций мировых культур, немецкой, русской, иудейской, австрийской. Из-за нестандартности мышления произведения Шнитке были понятны не всем, и на родине причислялись к ненастоящей музыке. Отчего-то нравившейся Западу. Лишь в 90-е годы невыездной композитор смог покинуть страну и переехал в Германию, на родину матери, где завершил трёхактную оперу «История доктора Иоганна Фауста». Всего в персональном хит-параде Шнитке нашлось место для девяти симфоний, двух десятков концертов, множества хоровых и вокальных произведений, древнерусских песнопений и кинофильмов. Среди киношедевров – «Экипаж», «Сказка странствий, мёртвые души», «Сказ про то, как царь Пётр Ара поженил». Несмотря на обширную фильмографию, Шнитке полагал, что кинорежиссёры ограничивали его полёт фантазии. И ведь даже начало карьеры композитор начинал нестандартно, с первой симфонии, состоявшей из музыки траурных маршей. Постоянно рождается что-то такое, что люди поначалу не хотят называть музыкой, но потом это становится для них искусством. Так и теперь, я уверен, появляется что-то новое, чему мы пока не придаём значения. Но это музыка. И она даёт надежду на завтра. Шнитке. В этот день, 24 ноября 1773 года, государю Некатерину II графом Орловым был подарен знаменитый бриллиант Орлов, один из самых больших в то время. Он украсил скипетр русских императоров. 24 ноября 1831 года в Таганроге открыт памятник государю Александру I. За шесть лет до того император умер в этом городе. 24 ноября 1861 года в России появился Совет Министров, первое полноценное правительство. Еще во время правления монарха Александра I в империи появились восемь министерств и главенствующий над ними комитет министров. Комитет выступал в роли государственного цензора, служил контролирующим звеном за действиями чиновников государственного аппарата и всецело подчинялся действующему монарху. В ходе великих реформ во время правления императора Александра II возникла необходимость в создании Совета Министров, который учреждался для исключительного рассмотрения в высочайшем присутствии его величества дел, требующих общего соображения. Заседания Совета Министров носили нерегулярный характер и начинались по инициативе императора. Заседание Совета Министров, кроме двух пустых вопросов о производстве в чины дворянских предводителей, обслуживался вопрос о мерах надзора за университетскими студентами и об улучшении вообще состояния и направления наших университетов. Так вспоминал министр внутренних дел Валуев. Правда, с каждым годом Совет Министров собирался все реже, количество дел для рассмотрения уменьшалось. И к 1882 году заседания полностью прекратились, но только на время, чтобы в 1605 году в ходе новых конституционных реформ возникнуть вновь. А председатель Совета Министров тогда стал вторым человеком империи. 24 ноября 1605 года в России была отменена предварительная цензура в печатных изданиях. 24 ноября 1637 года состоялся массовый расстрел в Ленинграде ученых-востоковедов. Первой жертвой красного террора среди советских востоковедов стал Александр Мервард, доктор философии и лингвист с немецкими корнями. В 30-х годах он с этнографической экспедиции посетил Индию и Цейлон, а по возвращению на родину организовал в СССР курс стамильского языка, что вызвало нездоровое внимание НКВД. В 32-м году Мервард был обвинен в шпионаже и приговорен к пяти годам тюрьмы, где вскоре умер. Уже через пять лет завертелась машина нового судебного процесса, по которому на скамье подсудимых оказались десятки востоковедов, в основном китаеведы, японоведы и монголоведы. Ими инкриминировалось контрреволюционная деятельность и шпионаж в пользу иностранных государств. 12 человек были расстреляны, и только одна женщина, Монтани Исока, японка и супруга-лингвиста-ленинградца, не признала себя виновной. Остальные под пытками себя оговорили. Год спустя волна арестов постепенно сошла на нет, но урон, причиненный советской лингвистике, был катастрофичен. Было уничтожено почти все младшее поколение восточников. Тот слой, который олицетворял собой преемственность науки, и без которого она не могла столь же плодотворно развиваться. 24 ноября 1944 года закончилась Манзумская операция Великой Отечественной войны. От оккупантов был очищен Манзумский архипелаг в Балтике. Таким был этот день 24 ноября.